Всем здарова, с вами Руслан и это канал СамоТоп. Сегодня мы в очередной раз вернемся к пиву Швейтурист. Я, конечно, не очень этого хотел, потому что, в принципе, и по просмотрам ролики почему-то этой литовской пивоварни проседают. Да и плюс уже недавно был обзор, ну хотя как недавно, там пару месяцев назад. Но почему-то мне вот все советовали попробовать немецкое пиво, Данке, что означает по-немецки спасибо. Но, к сожалению, люди немножко не читают сзади, и там написано, что все-таки это произведено в Литве на пивоварни Швейтурист. Но что же делать? Все-таки сделаем такой небольшой мини-обзорчик. Ну, я думаю, что мини, ну, а тут уже как пойдет. Так как народ требует, надо это выполнять. Да и самому интересно, что тут литовцы намутили за немецкое пиво. Ну, пахнет уже неплохо. Сама бутылка достаточно оригинальная. Вверху мы видим льва. Ну, единственное прикольно, что название Данке, как бы немецкое слово, а потом дальше все написано на английском, что достаточно, ну, возможно, даже оригинально, в принципе. Как у нас любят название писать на английском, а все остальное на русском, в принципе, ничего нового. Как мы видим, очень элегантная пшеничка. Цвет хороший, непрозрачная. Хорошее нефильтрованное пиво. Газированность достаточно высокая. Пена небольшая, но, мне кажется, с такой газированностью она будет стабильненько у нас держаться. Аромат просто бомбический. Какой-то такой очень приятный фруктовый вкус. Вот по начальным ощущениям аромат манго, свежего манго. Возможно, этот выпас затянется. Офигенно приятный вкус фруктовый, насыщенно фруктовый. И, в принципе, после вкуса чувствуется пиво. Интересно все-таки почитать, что же они сюда. Пытались запихнуть персик. Ну, в принципе, да. В принципе, можно даже это сравнить с персиком. Может, я такой, это... Вкусовой дальтоник. И мне почему-то кажется, что это манго. Но вкус очень приятный. И аромат вообще бомба. Ты просто бы сидел бы и нюхал, кайфовал бы. Вот во многих обзорах я говорю, там, вкус такой-то, вот, послевкусие такой-то, аромат такой-то. Здесь вот не то, что вкус. Здесь такое чувство, что вот реально фрукт взяли, выжали, добавили пивка туда. И все, такое чувство, что вот реально вот просто пиво с соком. Даже вкус вот такой вот мягковатый, как именно вот в соке самом. Очень классно, мне очень нравится. Не зря за него просили, не зря говорили, что хороший пивас. Да, действительно, это очень необычно. Швитерис, конечно, меня в этот раз удивил. Вот как раз еще вот осталась там какая-то небольшая часть лета. И именно такой вот пивасик, вообще он в жару будет заходить просто бомбически. Потому что, ну, в принципе, здесь, наверное, градус какой-то есть. Посмотрим, какой прям 4,9. Ну, то есть, почти пятерка градус. Приятное, красивое пивко. Только единственное, наверное, я немножко поспешил, назвав его пшеничкой. Хотя, в принципе, и в описании, и во вкусе, точнее, вот небольшие нотки. Вот все-таки здесь основная нотка, она фруктовая. Вот чем вот отличить вот какие-то другие пшенички от этого пива? Что у них основа идет пшеницы, то есть пшеничного пива. И такая капелька там где-нибудь в послевкусе, в аромате чувствуется именно фруктовости вот этой. Здесь же такое чувство, что наоборот, здесь основа это персиковый сок. Я уже распробовал, да, это все-таки персик, а не манго. Надо было сначала прочитать. Хотя, блин, ну, зачем вот это вот читать, все вот вам рассказывать? Я вам говорю так, как я чувствую. И, в принципе, тоже почти то же самое, что вы почувствуете, когда будете пробовать это пиво. Все-таки по канонам все рассказывать, я думаю, что вам не очень интересно. Вы хотите понимать, как это будет ощущаться и какой кайф вы от этого будете получать. Окей, я не договорил, что такое чувство, что здесь все-таки основа сок и добавление идет пива. Что кардинально меняет полностью все обычное представление о таких сортах пива. Очень кайфово, очень приятно, легко пьется. Послевкусие такое уже... Вот послевкусие, в послевкусии уже такое разграничение 50 на 50. Если вот здесь вот, когда пьешь именно там 90 сок 10 пива, то в послевкусии ты чувствуешь приятную пшеничку, и при этом у тебя еще держится именно персиковый вкус. В общем, из-за попытки мини-обзора мы выросли, я думаю, в полноценный обзор этого пива. Оно действительно крутое, необычное. И подводя итоги, конечно, хочется сказать, что такие сортах пива у меня будут получать всегда десяточки, когда, может, даже где-то оно что-то неуместно. Но если вы делаете что-то необычное, и это приятно употреблять, то вы красавчики в любом случае. И это... десяточка это сто процентов. Ну, а если там... Даже если вот, например, что-то там мутят, крутят, и оно не получается, то, конечно, тут небольшой плюс за старание, но все-таки вкус всегда должен быть хорошим. Даже что бы ты не мутил, что бы ты не делал, какое бы оно было мега необычное, оно в любом случае должно быть вкусное. В общем, по кайфу это действительно крутое пиво. Ловите его в магазах, оно, наверное, новое, так как, в принципе, информации в интернете немного. Хотя вот последнее время Шри Турист что-то полюбил нашу родину и постоянно присылает сюда множество своих каких-то прикольных, необычных напитков. И, в принципе, если вам это интересно, какие-то новые приколы от литовских пивоваров, обязательно пишите, будем их тестировать. Может, даже не в таком вот обычном обзоре, а в том, в котором я изначально планировал, в таком мини-обзоре, попробовать вкусно-невкусно, какие необычные там вкусовые эффекты и так далее. То есть, будем даже в таких мелочах обсуждать. Но пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, как вам вообще, в принципе, литовское пиво и, в частности, Швитуриз. Ну, я пошел наслаждаться персиковым манговым соком. И это самое то.